Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Жили мы с мужем, были частые ссоры, рукоприкладства. Дело даже суда того, что избился или чуть не убил. Судились с ним, бросил его, развелась. Через месяцев восемь сошлись, прожили два месяца, а потом, значит, его забрало. Выносил мне мозг целый месяц, оскорблял последними словами. После того, как сказал мне, не нужна ему, я ему ответила, что больше не собираюсь ходить с ним и прощать его поведение. Спустя некоторое время у меня появились очень хорошие отношения, но появилось чувство вины перед бывшим мужем. Его мать сказала, что он переживал и плакал, что она осталась. У меня такое чувство, как будто я его бросил и делал ему больно. Почему появилось чувство вины? Разве я не права, что не дала шанса отойти? И как избавиться от этого чувства? Бевшим муж говорит, что вся его слезы мне будет бумеранг, и я буду расплачиваться. Ну а вы как сами считаете, будет бумеранг? Вы сами как думаете. Вот, это первое. Вообще, конечно, вот по тому, что вы пишете, я думаю, что вы склонны к тому, что называется созависимыми отношениями. К сожалению. Вот, и вполне может такое быть, что у вас в принципе чувство вины появляется. Когда речь заходит о каких-то эмоциях, о каких-то переживаниях, направленных на человека. Ну вот. Ну, в частности, в частности. Например, на мужчин. То есть вот новые отношения появились у вас, как вы сами сказали. Отношения, ну, хорошие, да? Ну вот. Хорошие отношения. Но, видите, отношения хорошие, а чувствование появилось. Вот. То есть о чём это говорит? О том, что вы запрещаете себе быть счастливой в отношениях. Вот. Почему-то. вот как-то вы к этому приходите. Что, ну, что я не могу говорить и вы быть счастливой в отношениях. Вот. что если я, там, там, в отношениях, например, ну, возможно, это история про то, что должна я страдать. страдать. Например. Должна я обязательно плакать. Например. Вот. я не знаю, как обстоят дела. Вот. Может быть, и не так. Но, есть большая вероятность, что когда появляется у вас чувство, ну, например, чувство, чувство, чувство любви, например, к мужчине. Вот. А мне с ним приходят и чувство времени. Например. Например. Вот. вот. А что это? Волчурка. Это вот запрет на то, чтобы, ну, быть счастливой. Как вариант. вот. Что такое чувство вины? Это злость. Подавленная злость. Вот. Которую человек, как бы, направляет на... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ не до конца выразили, не до конца, может быть, отреагировали всё то, что накопилось на вашего мужа, потому что не случайно вы в такой атмосфере жили, довольно тяжёлой. И у вас было насилие и всё вот это, то есть это просто так не бывает, просто так подобные вещи не происходят. Вот это означает, что вы как-то к этому предрасположены. То есть агрессия направлена на себя хаотично, то на себя, то на окружающего человека. Сейчас у вас вроде как повода для неё нет, для агрессии, я имею в виду, повода нет, вроде бы. Ну вот. Но стреляется уже чувство имени теперь, что вы имена вот. То есть это вот история про внутреннюю подавленную и свои чувства какие-то. Вот. Поэтому нужно не следовать чувство вины. Я лично думаю, что вы, ну скорее всего, либо всегда, либо всегда, либо очень давно это чувство испытывали. Лично я думаю, что вы с ним, с этим чувством живёте в чувство вины. Вот и большое. Сочувствую. Много, много, много сочувствую к вам. Вот. По этому поводу. Но в то же время это чувство вины, я имею в виду. Нереализованный потенциал для защиты себя и для заявления о себе. Вот. То есть, вот вам нужно, по моему, по моему мнению, да, вам нужно, вот, учиться обращать чувство вины в, как раз, ну вот, заявление о себе, позиционирование себя. Вот. Не так, как сейчас вы это делаете. То есть, вы, по сути, ну, на борьбе. Сейчас вы, по сути, сейчас вы, по сути, вы сейчас вы езжаете, можно так сказать. А именно, вот, учиться о себе заявлять. И я думаю, что тогда чувство вины беспокоить вас не будет, так сильно, по крайней мере. То есть, ну, вы, конечно, будете испытывать совесть, ну, какие-то уколы совести будете чувствовать, естественно, это нормально, и мне кажется, что это естественно, вот. Но, по крайней мере, это не будет токсично, как сейчас это ощущается. А вот, пожалуй, так бы я вам ответил сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Безумно жаль, конечно, что вы оказались в такой ситуации для себя непростой. Ну, а хорошая новость заключается в том, что с этим можно всё скорректировать. Буду благодарен за обратную связь вам по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь, всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok